добрый день дорогие друзья добрый добрейший веселейший сиванский день очень смешно то есть непривычно просто да мы приближать что сейчас июнь июнь как тоже привычно звучит а сиван нет но вот именно сегодня сиванский день сегодня 3 сивана 47 день омера мы приближаемся осталось 32 дня осталось почти 3 можно сказать два-три дня осталось до дарования торы вот мы прошли путь уже от песоха до чего-то практически и вот можно оценить да вот прошло семь недель жизни 49 дней почти два месяца до от песоха и тот кто считал это так интересно что сферата умер произносится каждый день с благословением если ты один день пропустил не посчитал то тоже не можешь говорить благословения и вот вы можете если у вас есть вот кто вокруг евреи соблюдающие заповеди мужчины ты вот его спроси а ну что ты продолжай с благословением читай если он скажет нет то то тогда понятно что у него выпадают дни то есть его жизнь она не идет вот прям системно-системно-системно да то есть он живет то есть люди спрашивают его как живешь там одним днем живу одним днем что это имеется ввиду а имеется ввиду обычно когда-то говорят имеется ввиду что человек системно не строит свою жизнь у него нету нет системы поэтому живет одним днем а теперь бывает что человек живет системой и он не замечает один день бывает наверное тоже чему нас учит тора тора нас учит что первое живи системой но вот книга которую мы изучаем каждое утро называется а йом йом напомни что жизнь-то твоя это сегодняшний день и этого как ты проживешь сегодняшний день зависит все остальное в твоей жизни дальше вот хорошо но должна быть система потому что если ты живешь просто одним днем непонятно ты день так живешь день так живешь вроде ты хорошо живешь каждый день а ничего не строится для меня самой главной метафорой построения жизни и построения каких-то результатов жизни является цыпленок вы знаете да когда курица сидит на яйце то если она встает из этого яйца да я отвлеклась курица пошла курица по каким-то своим куриным делам то все цыпленка не будет то есть нужно 20 день чтобы она на нем отсидела на этом яйце как звонка до звонка если она не прервалась все цыпленок не вылупится в инкубаторе выключили или температуру подняли или пошли погуляли не работает свирата омер один день пропустил все уже читаешь без благословения уже есть мнение что заповедь истории истории не выполнил да именно счет омера показывает насколько в тебе есть системность постоянства и ты 7 недель 7 недель работаешь над семью разными качествами это уже высшая ступень да то есть хотя бы посчитать хотя бы посчитать уже есть результат если ты считаешь и работаешь над качествами как надо это уже есть у тебя огромный результат если ты день пропустил ну уже все уже не посчитал понятно да хорошо значит что сегодня мы изучаем из книги о йом-йом значит говорит нам любая честная бы он не нам говорит он себе говорит он эту книгу о йом-йом составил вначале для себя знаете как было раньше когда не было еще телефонов когда не было еще телефонов смартфонов компьютеров то были у людей дневники и они выписывали в эти дневники какие-то мысли которые на них повлияли какие-то записывали яркие события потом они эти дневники перечитывали в конце года и смотрели как у меня год прошел то есть у них было сейчас принципе тоже можно просмотреть свой там инстаграм например да как у меня год прошел но раньше это было более осознанно вот эта книга йом-йом это последний любая честная бы он собирал высказывания предыдущих рыбы для себя а потом издал эту книгу потому что но раз он для себя собирал это хорошо повлияло на его жизнь надо делиться надо делиться хорошо давайте давайте что нам сегодня пообещал по что нам сегодня сообщает рыбы шалом до вбр значит скоро мы выучим уже их порядок я я не хабадник я так и до сих пор и не запомнил кто затем но хорошо что здесь есть снос очки это был 5 любая честная бы житра бы шалом до вбр 5 любая честная бы был недоволен когда стриглись трехдневный период подготовки к празднику шавод то есть сейчас осталось три дня три дня осталось и кто-то может подумать сейчас да пойду-ка я подстригусь к празднику шавод чтобы красиво выглядеть рыбы был недоволен а он говорил надо стричься именно в канун праздника то есть вот в этот раз это в пятницу значит потому что пятница перед субботой а суббота уже переходит шавод а если бы был шавод там будний день то нужно было бы перед ним канун праздника а вот в эти три дня нельзя почему нельзя тот кто внимательно изучит мнение то есть в трактате шаббат на честь талмуд трактат шаббат и там есть комментарии тос вот называется поймет что праздник шавод которому мы сейчас приближаемся это время благо благоволения свыше в этот день всевышний запутывает главного обвинителя израиля также как во время отрубления в шафар в рожа жена и в емки пур получается получается что здесь нам даны две идеи первая идея такая что к празднику надо готовиться и подготовка к празднику идет она например 30 дней до праздника начинают изучать законы праздника потом идет вот сейчас мы перед шаводом бог сказал прямо в торе написано за три дня до праздника шавод чтобы там написано по моему постирали свою одежду окунулись в микву и что там еще написано вот как как шавода надо готовиться три дня я помню шавода как надо три дня как надо три дня что все уж не сказал три дня подготовка к шаводу в торе написано что нужно еще отдалиться от друг от друга да то есть мужья жены отдалялись друг от друга сам шавод филин не накладывают сейчас я тоже вот это очень интересный момент почему именно не на и отстраниться от жены да значит к шаводу идет вот такого поднятия на уровень святости для чего чтобы получить тору hump то есть вот этот день дарования коры и в этот день мир приходит энергия в этот день мир приходит энергия такая же которая была в тот день когда было дарование торы значит три дня идет такая сильная подготовка и в канун праздника в канун праздника значит Значит, уже нужно и постричься, и подготовиться, иду подготовить, и так далее. Теперь, Дамир Партнер, молодец, он помнит главный закон такой благословения, благословляющий будет благословлен. То есть, он всех нас благословляет, и на него идет благословение прям вот такое же, только еще даже больше, очень интересно это. Теперь, почему в шавот и в другие праздники не одевают тфелин? Значит, тфелин это называется знак союза. Знак союза. Теперь, еще какие называются заповеди, знак союза. Это шаббат, называется знак союза. И праздники, это тоже знак союза. То есть, каждый праздник, это память о каком-то знаковом событии, которое Всевышний сделал для народа Израиля. Песок, шавот, суккот, это тоже знаки союза. Теперь, есть такой закон в Торе, что когда нужно вот что-то доказать, должно быть два свидетеля. Два свидетеля. Значит, если есть у нас союз с Богом, то все время должно быть два свидетеля, которые это доказывают. Значит, в будние дни это обрезание и тфелин, в шаббат это обрезание и шаббат, или обрезание и праздник. Поэтому в праздник нет тфелина. Нет тфелина, потому что есть сам праздник доказывает, что мы с Богом в союзе, и союз обрезания доказывает, что мы с Богом в союзе. Вот, уже не нужен третий свидетель, как тфелин. Понятно, да? Такое объяснение слышал. Книга «Обретение неба на земле». Значит, идея такая сегодня разбирается. Возвращение. Крайняя степень самовыражения. Возвращение. То есть, возвращение здесь идет тшува. Тшува – это когда ты возвращаешься к... Вот человек совершил грех какой-то, да? Сделал преступление. Отдалился от Всевышнего. И он, когда он осознал, что он сделал неправильно. А в какой момент обычно человек осознает? Давайте разберемся. Как вообще мы осознаем, что мы делаем что-то не то? Человек идет по жизни на ощущениях. То есть, ему важно, как он себя чувствует. И если человек делает что-то, а ему плохо, у него неприятность, у него какая-то там ситуация в жизни, его не радуют, да? А ему плохо. В этот момент человек осознает, что он не хочет этого плохо. Он хочет от этого плохо убежать. Теперь обычно у людей есть какая-то реакция. Если мне плохо, то тогда надо найти, кто в этом виноват. И, значит, его заставить, чтобы мне было хорошо. В этом случае начинается обычно еще хуже. Потому что, когда возникают конфликты между людьми, то это плохо, это яркое, самое яркое проявление, это война, да? Когда один говорит, мне настолько плохо, что я сейчас пойду, нападу на тебя, и мне будет хорошо. Но когда он нападает на него, начинается война, и всем плохо. То есть, всем еще хуже, погибшие и так далее. То же самое в жизни человека. Если человеку становится плохо, то у него есть возможность сказать, что мне плохо из-за кого-то. Или у него есть возможность посмотреть на себя, увидеть что-то в себе и вернуться. И вот он говорит, возвращение, когда ты возвращаешься к... А к чему ты можешь вернуться? К тому моменту, когда ты не сделал то действие, которое привело тебя в состояние плохо. И это крайняя степень самовыражения. Да, именно самовыражение. Потому что вернуться в себе ты можешь только сам. Никто не возвращается из-за того, что ему приказывают так сделать. Способность вернуться исходит от вас самих. И это само по себе свидетельствует о том, что вы никогда не были по-настоящему оторваны. Покровы души могут загрубеть, но ядро всегда остается тесно связанным со своим источником. И оттуда приходит призыв вернуться. То есть возвращение здесь речь идет о дшуве. Дшува это как... В чем еще раз главная идея религии? Главная идея религии, что человек перестает ориентироваться на свои личные определения, что такое хорошо и что такое плохо. И он старается в своей жизни услышать голос Всевышнего, который говорит, что вот это добро, это зло, это хорошо, это плохо. То есть он ориентируется на Всевышнего. И Всевышний четко знает, что такое хорошо, что такое плохо. Да, дшува это как вернуться к ответу, но больше это не к ответу, к возвращению. Вот такой вот перевод. Значит, говорит нам книга «Обретение неба на земле», что у человека внутри есть всегда четкое ощущение в душе, что такое добро, что такое зло. И Всевышний и есть это ощущение. Дальше, когда ты делаешь какие-то действия неправильные, то ты попадаешь в ситуацию, когда тебе плохо, больно, неприятно. И у тебя всегда есть возможность из этого плохо, больно, неприятно вернуться к источнику, ко Всевышнему. А Всевышний говорит, что Всевышний говорит? Это очень интересно. Например, самый большой лидер в мире, это был Моисей Моисей. Моисей Робейн, вот как раз, он был лидером, он был царем в еврейском народе, который имеет склонность, очень склонность такую, к самовыражению, к «я, я сделаю так». И ему нужно было вот в этом вот таком окружении, когда все высказывают свое мнение, он был лидером. Этим лидером, который действительно вошел в историю как самый большой лидер. И это что получается? А что мы знаем про него? Какое качество в нем подчеркивал Всевышний? Она в Миколе Адам, он был скромнее всех людей. То есть он был, она, скромность это отсутствие само, само такого возвеличивания гордости, отсутствие своего «я». То есть это то качество, которое, которое Всевышний в нем подчеркивал, что он был самый скромный из людей на земле. Она в Миколе Адам. Если человек начинает относиться к своей жизни и к себе вот именно с такой позиции, да, что в «что Всевышний от меня хочет», где здесь голос Всевышнего, что здесь является настоящим добром, что является настоящей правдой, что является здесь причиной моего, моего… То есть грек, он именно имеет вот это свойство, что человеку от него становится плохо. То есть это как, как обязательно условие греха. То есть он заманчивый. И человеку, когда он тянется к греху, ему кажется, что этот грех, он заманчивый, это такой обман, это иллюзия. Но когда он в него попадает, уже обязательно ему будет плохо. В общем, возвращение – это крайняя степень самовыражения. Очень такая глубокая мысль. И как обрести небо на земле? Очень просто все время возвращаться ко Всевышнему, если ты куда-то не туда забрел, если тебе нехорошо, если тебе плохо, грустно, тоскливо, одиноко и так далее, то ты понимаешь, что где-то я не туда зашел. Я возвращаюсь ко Всевышнему. Что мне говорит Всевышний делать? Вау, втали, раха, камоха, возлюби ближнего, как себя. Значит, я буду инициатором любви. Вот это и есть скрижаль, это и есть, не скрижаль, скрижаль, это вот написал Максим. Это и есть как бы то, что я должен делать. Все, я возвращаюсь к тому, что я должен делать. Не то, что почему мне плохо, а я просто возвращаюсь на простую понятную схему, да. Если я буду делать то, что Всевышний мне сказал делать, мне будет хорошо. Все. И ты начинаешь просто конкретно вернуться, знаете, как есть на компьютерах, установьте по умолчанию еще, сбросить, сбросить, установьте все, сбросить все программы, стереть все вот эти вот, то, что я этим светом загрузил на жесткий диск. Все, возвращаюсь, куда? Значит, сегодня какой день? Сегодня третья сивана. Третья сивана, значит, что я делаю? Я готовлюсь к шавоту. Значит, как я готовлюсь к шавоту? Давайте откроем, как мы готовимся к шавоту и делаем. Значит, праздник должен быть праздником для тебя, для твоей семьи, для твоих близких, для тех, у кого нет никого, для бедных, для несчастных и так далее. И ты начинаешь, вместо того, чтобы думать, почему мне плохо, ты становишься на правильный маслуль, на правильный такой, как сказать, на правильный конвейер. Если ты действуешь правильно, тебе обязательно будет хорошо. То есть в этом основа, основа веры, что если я делаю то, что Бог мне сказал, то мне будет хорошо. Все. Теперь есть здесь, в сегодняшней недельной главе, в сегодняшней недельной главе рассказывается о том, как был, значит, все посчитали, всех посчитали, левитов посчитали, всех посчитали, значит. И теперь у нас в этой недельной главе начинаются пожертвования. Пожертвования, и все начали жертвовать в этот вот мешкан, в передвижной храм, все начали жертвовать. И вот здесь есть один из самых непонятных моментов в Торе, который очень много объясняет. Значит, каждое колено, оно пожертвовало определенное количество для храма предметов. И вот эти предметы, значит, они были для всех колен одинаковые. Я сейчас вам перечислю, что они приносили. Значит, в первый день свою жертву принес Нахшон бен Аминадава из колена Иуды. Значит, глава колена Иуды принес жертву в первый день, когда осветили мешкан храм, начали в нем служить Всевышнему. И что он принес, давайте посмотрим. Его пожертвования. Одно блюдо серебряное в 130 шетелей весом. Запомнили, да? Одно блюдо серебряное в 130 шетелей весом. Одна крапильница серебряная, не знаю, что это за крапильница, в 70 шетелей весом. Какая-то чаша на блюде, крапильница. Дальше. По шетелю священному. Это весом шетеля священного, особенного какого-то. Оба сосуда наполнены тонкой мукой, смешанной с елем, смешанной с маслом, для приношения хлебного. То есть, поднос серебряный, на нем чаша серебряная, наполненная мукой, смешанная с маслом. Один молодой бык, один овен. Значит, бычок молодой рядом стоит, такой бык. Один баран стоит рядом. Один ягненок. По первому году во всесожжение. Значит, быка сжигали, барана сжигали, ягненка сжигали. И один козел в очистительную жертву. Рядом стоит козел такой, и его, значит, в очистительную жертву. Дальше. В жертву мирную два быка. Еще стоит два быка. Пять баранов, пять козлов, пять ягнят. По первому году. Это жертва Нахшона, сына Аминадава. То есть, серебряная принадлежность и стадо, небольшое стадо животных. Во второй день доставил жертву Нетанель, сын Суара, предводитель колена Иссахара. Что же он доставил? Давайте послушаем. Одно блюдо серебряное в 130 шетелей весом. Одна крапильница серебряная в 70 шетелей весом по шетелю священному. Оба сосуда наполнены тонкой мукой, смешанной с селем для хлебного приношения. Дальше что? Один молодой бык, один баран, один ягненок для всесожжения, один козел в очистительную жертву, а в мирную жертву два быка, пять овнов, пять козлов, пять баранов, пять ягнят по первому году. Это жертва Натанеля, сына Суара. То же самое. Дальше написано. Третий день. Предводитель сынов Звулуна Иля Бен Хилона. Отлично. Что же он принес? Блюдо серебряное в 136 шетелей весом. Все то же самое. И так 12 раз подряд. Представляете? Возникает вопрос. В Торе нет ни одной лишней буквы. В Торе нет ни одной лишней... Там вообще... Даже если вот слово пишется, там все нюансы. И тут вдруг... Значит, даже в письменной Торе не написано, каким должен быть филин, например. Написано, повяжи их как знак на руку твою, и будут они украшением над глазами твоими. А как сделать филин? Это все нам говорит устная Тора. То есть, письменная Тора это как сокращенный код. То есть, написано только самое главное, все остальное в устной Торе. Зачем 12 раз подряд, описано одно и то же, вместо того, чтобы сказать, все принесли одинаково жертвоприношение. Или один раз описать, сказать, и все остальные принесли так же. Здесь есть два смысла, которые отмечают комментаторы, два смысла таких основных, которые применимы к нам. Первый смысл, он применим каждому из нас ежедневно. Значит, человек может сделать одно и то же действие с абсолютно разным намерением. Вот одно и то же действие, все делают одно и то же. Пришли все на день рождения, принесли по одному цветочку. Один принес этот цветочек, и он издевался реально. А второй принес такой же цветочек, и для него это было вообще самое там, ну, лучшее, что он мог сделать. То есть, есть намерение, которое стоит за внешней стороной предметов, вещей, поступков. Есть намерение. И это первое, что они все были разные. И есть в устной торе, в устной торе есть объяснение, что у каждого было свое абсолютно уникальное намерение, которое, которое делало все эти жертвоприношения внешне одинаковые, разными. И есть, есть это объяснение. То есть, у каждого из нас есть внешняя форма, а есть намерение. Это первое. Второе объяснение идет с другой стороны. Со стороны именно Машера Бейна. Машера Бейна, он был лидер. Он был лидер высочайшего уровня. И когда человек скромный, то это значит, что для него почет ближнего, он очень важен. То есть, он не пытается ближнего подавить. И он не пытается, он говорит, я никто, и ты никто. Это не значит скромный. Представьте, человек к вам подходит и говорит, смотри. Говорит, я человек скромный. Я думаю, что я ничего из себя не представляю. Но ты, относительно меня, вообще ничего из себя не представляешь. Это не значит, что человек скромный. Это, ну, это он, малек они в себе. А Машера Бейну, он был человек скромный. Но он прекрасно понимал, что другие люди, они не такие скромные. И для других людей важно их, я, их, кого-то, их почет. Если бы он написал, что вот Нахшон бен Амиуд принес такое жертвоприношение, и остальные тоже, то все. Остальные бы ушли, бы отделились, бы как потом народ Израиля при сыне Шлома Амелаха Рахавами разделился на два колена и десять колен. Потому что он мне оказал должного почета. Машера Бейну каждому оказал одинаковый почет, каждому перечислил все его дары, каждому сказал спасибо огромное за то, что вы сделали. И все главы колен чувствовали себя очень удовлетворенными от такого к ним отношения. И точно так же мы должны стараться тех людей, которые находятся вокруг нас, уважать, почитать. И в этом кроется один из главных секретов хорошего настроения. Потому что, в принципе, причина плохого настроения у большинства людей, это одна мысль такая внутренняя, что мне не додали, а другим передали. То есть, другим дали больше, чем положено, а меня обделили. Я такой человек хороший, важный в этом мире, но что-то мне не додали с небес, или люди не додали. Может, с небес мне додали, а кто-то забрал то, что мне полагалось. И это все как раз причина плохого настроения. Ну, хорошо, ладно, уже время наше закончилось. Всем удачи, успехов, всем благословений в здоровье, в благополучии, в семье, в шлумбайте, во всем. Значит, и чтобы заслуга наших, того, что мы изучаем Тору, стараемся служить Всевышнему, чтобы быстрее закончилась война, чтобы остановился мир. И чтобы люди перековали мечи на оралы, не знаю, что за оралы. Есть такая фраза, мне почему-то запомнилась на русском. Чтобы люди мечи перековали на, как во времена Машеха, на какие-то полезные были вещи. И вместо того, чтобы воевать, наоборот, создавали бы. Представляете, сколько денег сейчас уходит каждый день на войну. А если бы все эти деньги раздавали людям, устраивали праздники, салюты, делали бы всякие хорошие вещи, отдали бы в детдома эти деньги, или в детдома постарелых. Насколько бы лучше и приятнее, что сейчас происходит. Все, хорошего всем дня и удачи и успехов.